МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По территории нашей области разбросано множество отреставрированных и разрушенных поместьй и монастырей, которые привлекают наше внимание в своей многовековой истории. Однако есть места, на которых практически ничего не сохранилось. И тем не менее они как магнит притягивают путешественников. Вот в такое место мы сегодня и приехали. Надеюсь, что вы готовы вместе с нами в очередной раз вступить на территорию тайных загадок, где до сих пор брозят призраки прошлого. С вами программа «О чем молчит время». Здравствуйте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наверное, по пейзажу вокруг вы уже догадались, что на этот раз дорога привела нас к первой столице Рязанского княжества, к древнему городищу Старая Рязань. Это место находится всего лишь в 70 километрах от Рязани современной, но попадая сюда, можно легко перенестись в далекое прошлое. Во времена коварных князей, отважных быкатырей и страшных войн. И хотя о древности сейчас напоминают лишь величественные рукотворные валы, остатки древнерусских оборонительных укреплений, сам воздух здесь пропитан историей. Известно, что люди селились на этой земле с глубокой древности, а вот о более или менее точной дате основания Старой Рязани до недавнего времени приходилось лишь догадываться. Ведь несмотря на то, что город этот не раз упоминается в древних письменных источниках, вся информация о нем могла бы уместиться на одной странице. Первая дата упоминания города в летописях – 1096 год. Но это говорит лишь о том, что в 1096 году Старая Рязань уже была столицей Рязанского княжества. Узнать больше о жизни наших предков и о значимых исторических событиях, не зафиксированных древними писцами, помогает археология. Именно благодаря этой науке и многолетним исследованиям сегодня можно назвать примерную дату основания Старой Рязани. В последние годы мы получили, может быть, прорывную информацию. У нас был прорыв в решении одной из ключевых проблем в изучении Старой Рязани. Нам удалось найти древнейшие слои на территории городского посада. Это часть неукрепленная города, которая спускается к реке. В этой части было у нас несколько раскопов, и мы нашли древнейшие слои, связанные с началом XI века. И мы можем сейчас почти уверенно сказать, что 20-е, наверное, годы, 20-е и 30-е годы XI века – это время основания Старой Рязани, как небольшой княжеской крепости на дальней восточной окраине освоенных киевскими князьями земель. Игорь Стрекалов – кандидат исторических наук, сотрудник Института археологии РАН. Уже не первый год руководит Старой Рязанской археологической экспедицией. Сегодня он – наш проводник по прошлому и настоящему Старой Рязани. Благодаря его рассказам перед нами встают тени прошлого, которые, обретая четкие контуры, превращаются в средневековый город. Ну а сейчас мне бы хотелось предложить вам немного пофантазировать и представить, каким был этот город 9 веков назад, какими были люди здесь живущие, чем они занимались и чему радовались. Бесконечное поле, заросшее буйными травами, сегодня именно так выглядит территория древнего городища. А ведь когда-то здесь пролегали улицы, проходившие вдоль усадеб, вдоль храмов и выводившие путников к окраинам, которые обрамляли крутые овраги и высокие валы с деревянными стенами. По сути, город состоял из трех частей. Северного мыса, который заселяли финно-угорские племена еще до прихода славян. Северного городища, обнесенного стенами и построенного славянами в 11 веке. И огромного южного городища, которое появилось с приходом первых князей. Я так полагаю, что когда появились здесь князья, они таким образом просто решили проблему территории и не стали вступать в конфликт с существовавшей уже более 100 лет местной городской общиной, плотно заселившей северное городище. И для того, чтобы не выселять, не притеснять их, князья просто кардинально решили проблему с размещением своего двора, бояр, дружины и так далее. Они построили новый город на южном городище. Построили три каменных храма, положили широкие улицы и построили большие усадьбы. Именно в этой южной части города, который стал центром административной, культурной, государственной жизни Рязанского княжества. Раньше именно здесь, у стен одного из трех каменных храмов Рязани, Спасково, располагалась центральная часть города, самая богатая, оживленная и густонаселенная. К сожалению, время не сохранило ни стен, ни фундаментов этого храма. Лишь по фундаментным рвам можно судить о том, как выглядел собор и как он был устроен. Здесь, конечно же, могут быть некие фантазии у реконструкторов, но против каких-то законов жанра уйти невозможно. По своей стилистике, по форме он очень похож на смоленские храмы, вот этот Спаский собор. Он сделан именно в стилистике смоленской архитектуры, смоленской школы архитектуры древнерусской. И поэтому здесь мы видим какие-то черты, связанные со смоленском, поэтому мы видим именно вот такие формы. Это трехапсидный, четырехстолбный храм, такой не вытянутый, а именно под квадратной формой, с двумя пределами. Каждый предел как бы маленькая церковь. И вот его площадь достаточно большая. И он из трех каменных храмов, по всей видимости, самый поздний, построенный в самом начале 13 века. На сегодняшний день руины Бориса Глебского храма являются своеобразным символом Старой Рязани. А некоторые даже считают, что именно этот храм был разрушен во времена нашествия татар-монгол. Но это не совсем так. То, что мы видим сегодня, это уцелевшая арка церкви, которую начали строить в 1913 году. В 1917 строительство завершилось. Однако в связи с революцией и гражданской войной храм осветить не успели. В 30-е и 40-е годы он использовался как хозяйственное помещение, а после стал постепенно разрушаться. И в итоге уцелела самая крепкая часть храма, которая и стала символом Старой Рязани. Но в 13-м году 20 века строители не зря выбрали именно это место. Они знали, что воздвигают храм там же, где некогда стоял древнерусский Борисоглебский собор. Мы можем здесь увидеть первый пример музеификации этого древнего храма. Дело в том, что когда они строили вот эту стену, они прорезали фундаментом один из склепов древнерусского собора. И по всей видимости этот склеп, не по всей видимости, а именно в этом склепе лежал скелет. То есть был похоронен человек еще в ту эпоху. Они это место не могли обойти, они проложили прямо через склеп свой фундамент. Но тем не менее они оставили память об этом месте. Вот сверху видите такая ниша. Это, по всей видимости, там была табличка, ровно над склепом расположенная, которая, наверное, говорила о том, что здесь вот похоронен был кто-то из жителей Старой Рязани. А вот отсюда мы можем увидеть, что в кирпичную кладку поздней церкви вписаны белокаменные фундаменты древнерусского храма. Кем же были люди, населявшие в XII-XIII веках Старую Рязань? Археологические исследования подтверждают, что в большинстве своем это были бояре, торговцы, ремесленники, а также те, кто занимался сельским хозяйством, рыболовством и другими промыслами. Известно также, что в столице Рязанского княжества жили и работали искусные ювелиры. Об этом свидетельствуют клады, найденные здесь, в том числе и последние, принадлежавшие одному из мастеров. Ювелирное искусство Рязани, оно было очень высокоразвитым и, по всей видимости, рязанские ювелиры снабжали своими, даже нельзя сказать ремесленными, наверное, произведениями искусства своими, снабжали многие города, окружающие Рязань и города русской земли. Потому что именно изделия, сделанные в той стилистике, которую мы находим в кладах Старой Рязани, они встречаются и в других городах, в том числе и в Москве, очень похожие вещи были найдены, возможно, купленные здесь и увезенные туда, в других городах. Конечно, жили в Старой Рязани и князья, о которых сегодня нам известно совсем немного. Мы знаем их родословное древо, а также знаем, что были они буйного нрава и очень воинственны. В 1217 году, в летописи записано, два рязанских князя собрали своих братьев, племянников, родных, двоюродных в селе Исады, которые в 5 километрах отсюда находятся, на встречу, пир там был в шатрах, для того, чтобы обсудить все проблемы и конфликты, существовавшие между князьями этого рода. И там произошло вот это братоубийство, которое всколыхнуло всю Русь. То есть это, конечно, брат на брата шли воевать, иногда убивали, и это было тяжело, но это воспринималось, в общем-то, когда в битве погибал брат, то это воспринималось более-менее нормально. Здесь же было такое коварное убийство во время пира, и против этих двух князей ополчились все остальные князья русские, и, в общем-то, удачи им это не принесло. Они вынуждены были бежать из русских земель, и где-то они на чужбе не сгинули. Кстати, еще до строительства Бориса Глебского храма начала 20 века, место, на котором и в древности стояла церковь, неоднократно исследовалось. Именно здесь были найдены несколько саркофагов с останками рязанских князей. Находки были описаны и перезахоронены на соседнем кладбище, но точное место их перезахоронения остается одной из загадок старой Рязани, которую только предстоит раскрыть археологам. Мирная жизнь старой Рязани была разрушена в 13 веке. У гибели город привела его близость к степи. В 1237 году именно старая Рязань первая встала на пути войска хана Батыя. С южных валов можно увидеть село Шатрище, лежащее по ту сторону от оврагов Черной речки на южной окраине города. Возможно, именно эта местность в 1237 году была усеяна шатрами ордынского войска. Ночью возле каждого из них горел костер, наводя ужас на жителей города. Хотя, возможно, все было совсем иначе. О событиях того времени рассказывают не только летописи, но и один из литературных памятников Древней Руси – повесть о разорении Рязани Батыем, которая была написана неизвестным автором. В ней мы находим не сухое перечисление исторических фактов, а художественное описание трагедии. Трагедии города в целом и княжеской семьи в частности. Одна из первых трагических страниц в этой повести о том, как был убит князь Фёдор Юрьевич, поскольку хан Батый соглашается в Рязани не воевать, соглашается на богатую дань, десятины во всём, в князях, в конях, людях. Но предатель боярин подсказывает хан Батыи, что у князя Фёдора есть жена-красавица, княжна, которая по происхождению царского рода, как предполагают исследователи из византийских княжон, византийских принцесс, княгиня Евпраксия. И именно к князю Фёдору предлагает хан Батый прислать к нему, княгиню Евпраксию, известность красоты жены твоей. Хачу, говорит хан Батый, получает достойный отказ. В результате всего посольства по главе с князем Фёдором убито. Тело его брошено, чисто полено, растерзание диким зверями и птицем. И только верный слуга Апоница тело князя сохраняет, сберегает для того, чтобы в последующем достойно его захоронить. Он же становится трагическим вестником, сообщает новость о гибели князя, княгини Евпраксия. И первая часть этой повести заканчивается не только гибелью достойного князя, но и гибелью его супруги. Что из написанного в повести правда, а что художественный вымысел, нам уже никогда не узнать. Однако, как гласят летописные источники, пять дней героически сражались защитники Рязани, обрушивали на головы монголов стрелы и камни, лили смолу и кипяток, рубились в рукопашных схватках. Но всё же не выстояли. Город пал. И именно с этого момента начался на Руси период татаро-монгольского ига. Монгольская ига – традиционное название системы эксплуатации русских земель, пришедшими с Востока завоевателями-кочевниками. Эта система имела целью осуществление массового террора и ограбление русского народа путём взимания жестоких поборов. Она действовала в первую очередь в интересах монгольской кочевой военно-феодальной знати – наёнов, в пользу которой поступала львиная доля собиравшейся Дании. Монголо-татарская ига была установлена в результате нашествия хана Батыя в XIII веке. До конца XIII века Русь находилась под властью монгольских ханов, а затем ханов Золотой Орды. Сегодня всё чаще мы можем услышать о версиях так называемой альтернативной истории, сторонники которой отрицают факт нападения на Русь и наземных захватчиков, а кровопролитные бои этого периода связывают с междоусобными войнами княжеств. Но учёные считают, что именно история Старой Рязани свидетельствует об обратном. Здесь мы видим мощнейшее разрушение, разрушение, когда горели все стены, пожар 1237 года. Горело много домов, мы находим остатки сгоревших этих домов, даже остатки сгоревших людей в этих домах. Клады, которые были спрятаны людьми накануне нашествия, но обратно их не достали они из земли, говорят о том, что люди не смогли вернуться за ними, то есть они либо погибли, либо оказались в плену. То есть всё это говорит о том, что здесь была действительно очень такая большая трагедия. Могут возразить, сказать, что это могла быть трагедия, связанная с борьбой между князьями. Мы не можем, ни разу не видели, чтобы вот в тот период такие разрушения князья наносили друг к другу. И у нас нет оснований не доверять многочисленным письменным источникам, которые говорят о монгольском нашествии, о результатах этого монгольского нашествия. Мне кажется, это было бы ещё большей сенсацией, то есть такой заговор, понимаете, заговор древних историков против своих будущих поколений, чтобы они дружно все собрались и придумали какую-то альтернативную историю, ту, которую мы сейчас пользуемся, взамен реальной истории. А чтобы обмануть будущее поколение, это нереально. Что бы ни произошло в 13 веке, а старая Рязань, по сути, была стёрта с лица земли. Население, дома, оборонительные укрепления, городские стены – всё было разрушено. После нашествия оборонительные стены уже не восстанавливались. Однако старая Рязань продолжала существовать в виде отдельно заселённых очагов на территории городища. Но по меркам мировой истории длилось это недолго, и вскоре город опустел, а столица рязанского княжества была перенесена в Переславль-Рязанский. Почему Чернигов и Киев уцелели и существуют по сей день, а старая Рязань – нет? Ответа на этот вопрос не существует. Видимо, такова была судьба этого города. Ведь он первым принял на себя удар войск Батыя, и, возможно, неприятель хотел на его примере показать, что ждёт непокорных. В принципе, таких городов, которые существовали до монгольского нашествия, а после монгольского нашествия в них жизнь прекратилась, вообще-то, на самом деле, их довольно много. Но речь идёт о средних и мелких. А вот если говорить о крупных городах, столицах крупных княжений, здесь вот старая Рязань действительно такой уникальный случай. И это печально, конечно, было для его обитателей, а для археологов это, в общем, большая удача, потому что, в принципе, можно изучать, где хочешь, и можно изучить всё. Исследования городища начались ещё в 19 веке и продолжаются по сей день. Для археологов это действительно уникальное место. По сути, стоп-кадр жизни 13 века. Каждый год участники Старо-Рязанской археологической экспедиции делают новые открытия, которые помогают понять, как жили наши предки несколько веков назад. В 2016 году работы ведутся сразу на двух раскопах. В одном из них, расположенном на северном городище, археологи обнаружили древнее кладбище 12-13 веков. Неислившие фрагменты ткани, вышитые золотыми нитями, сохранившиеся пуговички на воротнике некогда похороненного ребёнка. Всё это часть истории, которую пусть неохотно и медленно, но всё же рассказывает нам древнее городище. Именно на этом кладбище, в одном из его захоронений, был найден 17-й клад Старой Рязани. Однако о кладах, легендах, преданиях, а также настоящем и будущем этого городища мы поговорим в следующем выпуске. До встречи ровно через месяц.